Естественно, как помощь понадобилась мне, так у вас сразу деньги закончились. Злится сын. Сын отказывается с нами общаться, потому что мы не можем дать ему денег на ипотечный взнос. Это у меня в голове не укладывается, потому что он прекрасно знает ситуацию в семье. Мы же не просто так с отцом эти деньги под матрасом прячем, у нас их просто нет. Так получилось, это не спланированная акция, а просто так случилось. У нас с мужем двое детей, дочь старшая и сын младший. Разница небольшая, всего три года. Но дружными дети не были никогда, я не знаю, почему так получилось. Никого в черном теле мы не держали, у каждого было все, что было нужно. Конечно, бездумно все их хотелки мы не исполняли, но желаемая одежда, кружки и хобби нами оплачивались без разговоров. К счастью, была такая возможность. Мы с мужем занимали неплохие должности, хорошо зарабатывали, могли не считать копейки от получки до аванса. Муж работает и сейчас, а я уже на пенсии. Нам денег хватает, но барствовать на них не получилось бы, да нам и не надо. Всего хватает. Дочь выдали замуж, помогли с первым взносом на ипотеку. Сыну купили машину, которую он сам выпросил, заявив, что ипотеку брать в ближайшее время не хочет, а машина ему нужна. У нас оставались кое-какие сбережения на черный день, которые мы не расходовали, а наоборот старались периодически пополнять. Дети, слава богу, сами встали на ноги, зарабатывали и у нас на шее не сидели. Мы дарили подарки, но не приходилось каждый месяц нестись к ним с конвертом денег и пакетами продуктов. Крупная помощь дочери понадобилась буквально год назад. Она родила ребенка, а у него обнаружилось сложное заболевание, которое требовало операции. Сумма выходила большая, вот так сразу дочь с зятем таких денег не нашли, поэтому мы отдали им все, что копили на черный день. Когда жизнь ребенка зависит от операции, день чернее и не придумаешь. Слава богу, операция прошла успешно. Ребенок нормально растет и развивается. Ничего не напоминает о перенесенной болезни, хотя и приходится постоянно наблюдаться у специалистов. Но это такие мелочи. Дочь с зятем сказали, что начнут отдавать долг, когда дочь выйдет из декрета. Наше заявление, что какие могут быть долги в семье, они и слушать не хотят. Говорят, что отдадут все до копейки, но не сейчас. Мы устали с ними спорить, поэтому тему просто не поднимаем. Вроде бы все хорошо, но тут сын решил жениться. Это, конечно, тоже хорошо, но проблема в том, что сыну припекло брать ипотеку, а у нас он попросил деньги на первый взнос. Мы с отцом ему объяснили, что у нас сейчас за душой ни гроша. Живем на папину зарплату и пенсию. Куда ушли накопления, сын знает. Рады бы помочь, но нечем. Конечно, как помощь понадобилась мне, так у вас сразу деньги кончились. Сестре сразу нашли. Злился сын. Муж тогда вскипел и заявил, что если бы, не дай бог, у сына такая ситуация случилась бы, он бы деньги из-под земли достал. Но будем надеяться, что такого ему пережить не придется. И мы предлагали тебе взять ипотеку, когда у нас была возможность помочь. Но тогда ты выбрал машину. С кого теперь спрос? Сын развопился, что сестре всегда все достается. Ей мы помогаем, а на него всегда плевать. У меня слезы наворачивались от таких безосновательных заявлений. Мы никогда его ни в чем не ущемляли. После той ссоры, где сын обвинил нас в нежелании ему помогать, отец сказал, что ноги этого неблагодарного мальчишки в нашем доме не будет, пока тот не извинится. А сын явно не собирается извиняться. Он и с сестрой еще до кучи поругался. Позвонил и наговорил ей гадостей, хотя вот уж кто совсем ни при чем. Я не знаю, что делать. Каждый день плачу, потому что даже не думала, что доживу до такого. Спасибо, что вы с нами. Поделитесь, пожалуйста, в комментариях, случались ли в вашей жизни похожие ситуации и как вы их разрешили.